всем привет сегодня мы разберем самую первую ну начнем разбирать самую первую в мире видеоигру которая называется space wall это экспериментальное видео и если вы поможете мне ну точнее больше сказать каналу ну и мне тоже распространять это видео если она вам покажется интересным то будут другие части потому что в этом разборе этой игры 11 частей делал этот разбор не я я задумался об этом чтобы сделать ну разобрать какую-то игру но нашел что уже кто-то это сделал вот соответственно соответственно ссылка на того кто это сделал будет в описании там все на ненашинском на английском языке поэтому поэтому если вам интересно это то попросил бы распространить это видео там в своих группах еще где-то то есть если это видео буквально в первые минуты после выхода начнет набирать миллиардные просмотры то я тогда сделаю вторую и третью части ну и так дальше ну шутка про миллиардные но тем не менее если будет динамика роста просмотров видео а я это буду видеть я знаю примерно и динамику по другим видео то то соответственно но если будет лайки комментарии все такое вот поэтому поэтому дальше на фоне вот вы сейчас видите это сейчас не игра да это я делал записи ну написание каких-то простеньких программ и простеньких цель которых было не написать какую-то конкретную программу а цель была бы был сам процесс то есть создание для фона и дальше это все ускорено в четыре раза то есть я думаю так как бы поэффектнее покруче ну все будет выглядеть чем если на фоне какая-то игра вот соответственно чтобы подготовить этот ролик ну пришлось потратить какие-то усилия и время чтобы все это в целом сделать поэтому еще раз повторяю если после просмотра ну сразу скажу здесь будет много всякого ассемблера от того года тех годов другие части они вроде бы попроще поинтереснее это такая вроде бы как бы затянутая часть ну ну вы короче смотрите потом сделайте выводы если вам нравится и хотите следующей части в таком же формате лайкаем максимально репостим там делимся и все так вот ну что ж приступим приступим и так внутри space во программно археологический подход к первой видео игре эта серия статей по археологии программного обеспечения посвященная space во самой ранее из известных цифровых видео игр исходный код игры был полностью проанализирован и этот анализ был разбит на 11 частей и сегодня часть 1 называется на этот дорогой планетарий знаменитая программа в программе питера сэмпсона и так начинаем в первой из этих статей ну или видео обзоров мы исследуем закрытую часть space во дорогой планетарий ну так написано питера сэмпсон это знаменитая программа в программе которая отвечает за отображение звездного поля на фоне исследование исходного кода space во может дать некоторое представление о том каково же было программирование на самом деле полвека назад до появления языков программирования до того как появились операционные системы или пзу и это обеспечивает острые ощущения того чтобы заглядывать через плечи полубогов сквозь время наблюдая за работой олимпийцев для этого может пригодиться концепция исходного кода как текста означающая что даже функциональная проза такая как программа все еще является текстовой продукции включая все основные последствия и что по крайней мере некоторые из них будут по-прежнему доступны чертах итогового текста планетарий или как он там он в кавычках там написан дорогой планетарий то есть ну я так перевел питера сэмпсона благодаря своей изолированной природе является идеальной точкой для этого стремления включенный в основную программу прямо в горячей фазе своего развития в марте 1962 года планетарий создает атмосферный фон благодаря своему медленно но устойчивому устойчиво движущемуся звездному полю и с функциональной стороны является ориентиром для маневрирующих космических кораблей более того своим реализмом он много чего добавляет к требованиям space war обеспечивая реалистичную симуляцию законов ньютона и космического полета и вот вы видите исходный код этого планетария для макро ассемблера pdp1 pdp1 это компьютер такой на котором была и написана эта игра и вот вы его сейчас видите а это код ассемблера генерирующий данные которые часто ошибочно принимает засомок за сам код вот но некоторые здесь данные вы можете увидеть там три точечки к примеру там есть такие метки 3g и 3q и перед 3q 3 точечки это означает что здесь много вот таких вот данных они здесь пропущены для того чтобы сэкономить место одной из причин того что этот код часто ошибочно принимают за саму программу является том что карта звездного неба пришла в отдельном листинге или на бумажной ленте которая должна была быть подана в считыватель после основной программы то есть считывалась основная программа а потом считывалась вот этот вот вот этот вот планетарий space war был организован по модульному принципу с главной частью включавший код главного цикла игры и некоторыми другими частями охватывающими код который не изменялся и в главных версиях и хранился на отдельных лентах этими частями были первое определение некоторых макросов обычно используем используемых в м айти это там массачусский исследовательский институт или или технологический институт вот ну где собственно и была разработана эта игра так вот определение этих макросов не включенных ни в один листинг space war вторая часть таблица игровых констант некоторое макроопределение специально созданы для space war к примеру генератор случайных чисел или макросы для инициализации таблицы значений далее основные программы для умножения деления под программа косинуса синуса которая фактически начала кодирование если вы смотрели мое видео история видеоигр то там как раз была такая ситуация когда space war начали писать но типа долго не писали не писали им и к разработчику пришел товарищ и рит одежь собственно говоря игра а он говорит да у меня тут не получается синус косинус вычислить и тут такая фраза хорошо рассел вот под программа синус косинуса теперь каково ваше оправдание далее что еще входят ну какие макроопределения еще были написаны специально для space war например целочисленная процедура с квадратным корнем набросок компилятора дэна эдвардса для рисования космических кораблей там код генерирующий отображение центральной гравитационной звезды и наконец основная часть планетария это можно назвать библиотечной частью space war то есть это все что я перечислил дальше часть 3 главная часть игры которая обрабатывает всю логику и четвертая часть это данные звездного неба ну что ж приступим к разбору кода space war звездное небо последняя и окончательная часть space war и она начинается с заголовка подписанного питером сэмсоном как вы видите prs вот star stars by prs далее что же это за данные которые идут после очевидно вот вы сейчас видите что это некоторые координаты звезд сгруппированные в группы обозначить обозначены 1 джей 4 джей и 1 q 4 q любой символ в начале строки за которым следует запятая является меткой для регистра в памяти после этой метки идут инструкции ходят слухи что это была карта ночного неба видимая с крыши массачусетского технологического института и на самом деле это было вполне возможно массачусетский блин технологический институт был фактически первым подрядчиком nasa для проекта apollon с 1961 года для разработки навигационных систем в том числе систем на основе гироскопов для этого на крыше этого института были установлены испытательные установки и вероятно в то время были доступны некоторые данные с этих установок вырезка из статьи джи . мы . греца происхождение космической войны используя данные американского эфиремидного и морского альманахов самсон закодировал все ночное небо вплоть до чуть пятой величины между 22.5 градуса северной широты и 22.5 градуса южной широты включая большинство знакомых созвездий питер самсон из м айти написал программу которая отображает карту звездного неба если смотреть с экватора земли размер области действия ограничивает область карты до 45 градусного отрезка неба звезды до чуть выше пятой величины отображаются и так мы знаем что эти данные из американского эфиремидного и морского альманахов но как они закодированы при более внимательном рассмотрении мы обнаружим что это наборы значений x и y в диапазоне по иксу от 0 до 8192 вдоль оси x и минус 512 плюс 512 вдоль y оси за отдельными вставками макроса mac идут комментарии все в строке после косой черты является комментарием указывающий комментарий ну то есть этот комментарий указывает на отдельные звезды более того мы можем заключить что метки 1g 4g и 1 q 4 q группирует звезды по величине по величине ну кажущейся яркости от 1 до 4 величины мы также можем заметить что данные упорядочены внутри этих групп по возрастанию значений x координаты ну как пример он там есть 1537 1762 и так далее наконец мы можем сделать вывод что метка nj ну имеется ввиду 1 2 3 4 там джей безусловно обозначает начальный адрес группы а метка nq обозначает последний набор в координате координат в группе чтобы понять эти координаты мы должны учитывать возможности дисплея дек пдп 1 компьютера предназначенного для запуска этого кода дисплей дек тайп 30 crt представлял собой точечный дисплей с техническим разрешением в 1024 произвольно доступных графических местах как по осям x так и по оси y начальная точка системы координат дисплея находилась в центре растянувшись от минус 512 до плюс 512 в обеих направлениях это был фактический режим по умолчанию было также три других возможных положения источника которые могли бы быть выбраны каждой отдельной командой отображения но space war всегда использовал эту опцию по умолчанию основываясь на этой информации мы можем понять конкретное масштабирование данных у ось масштабируется до размеров дисплея а масштабирование x оси примерно соответствует этой пропорции теперь давайте еще раз рассмотрим детали кода который создает таблицу данных звездной карты первая строка после заголовка указывает начальную позицию кода путем установки счетчика программы любое выражение за которым следует косая черта устанавливает счетчик программы в положение указанное в выражении в данном случае это восьмеричное 6077 которая находится в конце 12 разрядного адресного пространства pdp1 в диапазоне от 0 до 7 7 7 7 7 ну это восьмеричная система счисления следующая строка это комментарий предоставляющим историком точную дату написания кода а именно 13 марта 1962 года далее десятичная псевдоинструкция decimal инструкции и инструктирует ассемблер обрабатывать все следующие значения как десятичные они как восьмеричные значения которые были бы режимом по умолчанию далее идет определение макро команды марк далее заключенное внутри ключевых слов то есть это макро определение марк заключено внутри ключевых слов ассемблера псевдоинструкции что-то называются они еще при псевдоинструкциями define и terminate строка марк x y предоставляет имя макроса и имена аргументов которые макрос будет принимать все параметры макро параметры в верхнем регистре а все остальные а все остальные символы строго в нижнем псевдоинструкция repeat 8 инструктирует ассемблер повторить внутренние инструкции приведенные в в оставшиеся части строки 8 раз это суммирование значения параметра y 8 раз что соответствует умножению на 2 8 степени или выполнению 8 побитовых сдвигов влево последняя строка вставляет результат 8192 минус x а затем значение y полученное в результате выполнения предыдущей операции и так с отсчетчиком программы установленным в 6077 этот макрос приводит к вставке вот этого кода и метка 1 j указывает на адрес 06077 адреса в восьмеричной системе следующей ячейкой за 6077 идет ячейка с адресом 6100 ну восьмеричной системе я думаю вы это понимаете для чего же этот макрос ну давайте подробно рассмотрим инструкцию dp y ну эту инструкцию мы рассмотрим дальше а сейчас просто обсудим который касается дисплея эта инструкция не включает координаты но имеет некоторые другие параметры такие как яркость блика который будет отображаться вместо этого координата ожидается в двух адресу и адресу и адресуемых пользователям регистрах pdp one первый регистр это аккумулятор айси и рига второй регистр это регистр ввода вывода а и о инпут аутпут а без который обеспечивает x и y координаты соответственно кроме того эти координаты ожидаются в битах 0 тире 9 общей длины слова 18 битов то есть слово здесь 18 битов причем биты отсчитывались от старшего значащего бита в самой левой позиции для этого значения должно было быть смещено на 8 бит влево что в точности и делает оператор repeat макросемблер поддерживал только базовую арифметику поэтому сдвиг должен был быть выполнен путем сложения но повторение сложения 8 раз благодаря этому теперь y координата готова к развертыванию в регистре ввода вывода значение 8129 из которого вычитается x координата соответствует максимальному значению оси x и последняя псевдо инструкция старт 4 фактически заканчивает исходный код инструктируя ассемблер выводить любые ленты чтения в память с начальным переходом к начальному адресу 4 который также был начальным адресом по умолчанию для любой программы для pdp1 с подготовленным таким образом данными мы можем приблизиться к коду который фактически управлял отображение прежде чем мы продолжим изучение кода целесообразно потратить немного времени для того чтобы немного понять на его язык на котором он написан pdp1 или как его полное название программируемый процессор обработки данных один корпорации digital equipment corporation представлял собой 18 разрядную твердотельную машину с процессором примерно соответствующим тактовой частоте 200 килогерц большинство арифметических операций занимали 10 микросекунд или 100 тысяч операций в секунду потому что они имели два обращения к памяти одно для инструкции а другое для оперантов как обычно в вычислениях до появления ibm на 360 биты делились на группы ну или они здесь называются полубайтами по 3 то есть 3 бит то это такой полубайт причем pdp1 не являлся исключением это восьмеричное обозначение оказалось полезным так как все три бита установлены в единицу дали бы двоичное числовое представление семерки и так вы видите формат инструкции pdp1 18 битные инструкции pdp1 хранили как инструкции так и адреса в одном слове причем старшие 5 битов представляют код операции а младшие 12 битов предоставляют адрес ячейки памяти обычно называемой y 12 бит работает с максимальным адресным пространством в 7 7 7 7 в восьмеричном или в десятичном это 4096 то есть с максимальным адресным пространством там в 4096 ячей памяти что также было настройкой настройкой памяти pdp по умолчанию путем добавления специального модуля 12 разрядный режим адресации мог был расширен до 16 битного режима пятый бит или так называемый а и бит это так сказать отложенный бит изменяет большинство инструкций если он установлен в единичку когда содержимое регистра или ячейки памяти от обрабатывается как числовое значение для представления значения используется все 18 битов причем знаковый бит находится в позиции 0 бит ну нулевой бит что касается макро ассемблера он был изначально разработан для tx0 и потом перенесен на pdp 1 за два дня любые символы включая те которые обозначают инструкции и некоторые специальные константы просто складываются сумма всех символов строке составляет код инструкции для данной ячейки символы могут бы могут быть определены в любом месте но только один раз макросы можно вызывать в любом месте именно макросы и псевдо инструкции должны иметь длину не менее 4 4 символов и может сокращаться до четырех символов мы должны помнить что любой символ длиной до трех символов является нормальным символом например это код операции или метка все что имеет длину четыре символа или более является псевдо инструкции подобно макросу или директиве были некоторые специальности символы частности ай или и да на английском предоставляющая значение так сказать отложенного бита и символы 1с 2с и так до 9с предоставляющую операнды для команд сдвига и поворота и вот вы видите небольшой пример сдвига и загрузки значения в регистр к примеру если фу будет меткой с адресом 2000 восьмеричной системе это даст вот такой вот код все значения приведены восьмеричной системе счисления кроме того в счетчике программ использовались два специальных символа точка будет обозначать текущее местоположение а буква r в верхнем регистре будет означать точку вставки кода созданного определением макроса метки определенные внутри макроса были локальными для них и к ним нужно было добавить r чтобы дать фактический адрес при ссылке на локальную метку также для этого довольно легко определить является ли конкретный адрес метка то есть будет она локальной для макроса или глобальной как упоминалось ранее касая черта запускает комментарий заметным исключением слэша следующего сразу за выражением и в этом случае программный счетчик будет установлен в данное выражение и так теперь мы можем с радостью погрузиться в какой-то реальный код и вот код для отображения планетария начинается так и после длинного определения макроса дислиз заканчивается так макроопределение background довольно простое в том числе просто инструкция перехода к под программе сменкой сметкой биск но она представляет нам информацию о том что биск будет основной точкой входа и что она должна вызываться как под программа gsp очень похож на обычную инструкцию перехода с текущим состоянием счетчика программ хранящимся внутри аккумулятора айси который будет использоваться в качестве адреса возврата код начинающийся сметки биск является основой процесс основной процедурой для всего планетария и посмотрим чем он занимается первая инструкция dap или dab помещает содержимое аккумулятора содержащегося в настоящее время в нас содержащий на настоящее время адрес возврата в адресную часть местоположения помеченного как bsx это это местоположение изначально содержит инструкцию jmp ну jump что означает переход к самому себе это было соглашение указывающие что фактически адрес будет вставлен во время выполнения теперь dap будет вставлять содержимое а си адрес возврата в адресную часть младшие 12 бит этой инструкции оставляя код операции jmp как есть когда инструкция в bsx будет выполнена этот вызов это вызовет переход к адресу возврата следующая инструкция s zs 40 является условным пропуском пропускающим следующую инструкцию если переключатель номер 4 не установлен верхнее положение сенсорные переключатели представляли собой массив управляющих переключателей на консоли pdp1 то есть это такие реальные переключатели которые надо было переключать ручками тумблерки такие инструкция следующая сразу за этим является переходом в bsx переход к адресу возврата что приводит к преждевременному прерыванию этого кода таким образом установка переключателя 4 на панели будет препятствовать выполнению основного цикла планетария и звезды не будут отображаться в общее следующая инструкция содержит предположительно делает на все остальное поскольку за ней непосредственно следует переход к адресу возврата но давайте посмотрим поближе инструкция esp index and skip one on plus увеличивает содержимое местоположения указанного в адресной части bcc на 1 и пропускает следующую инструкцию если содержимое данного местоположения приведет к положительному числу для этого мы будем ожидать что содержимое местоположения помеченного как bcc будет иметь отрицательное значение при подсчете пока значение отрицательное выполняется переход к адресу возврата и звездочки не отображаются очевидно что есть вызовы когда планетарий ничего не будет отображать инструкция следующая после перехода к адресу возврата выполняется только в том случае если содержимое bcc будет положительным в этом случае 0 а условия esp из предыдущего листинга будет соответствовать но этому значению в этом случае инструкция l a w i 2 загрузить аккумулятор с номером таким-то загружает значение минус 2 в аккумулятор следующая инструкция d a c bcc ну положить в аккумулятор хранит содержимое аккумулятора в ячейке памяти помеченной как bcc таким образом bcc будет начинаться с нуля и таким образом будет установлен на значение минус 2 при следующем запуске bcc будет проиндексирован и затем будет равен минус 1 что приведет к переходу на адрес возврата при следующем запуске bcc будет снова увеличен чтобы содержать нулевое значение что правит приведет к пропуску и bcc снова будет сброшен на минус 2 планетарий будет делать хоть что-нибудь только при четных циклах следующие четыре псевдоинструкции приводят к включению макроса дислис каждый с параметрами задающими начальное и конечное расположение звезд определенной величины и третий параметр варьирующиеся от 3 для первого вызова до нули до нулевого до до 0 в четвертом очевидно дислис сделает тяжелую работу и мы это увидим позже инструкция esp bcc увеличивает значение другого счетчика и пропускает следующую инструкцию если содержимое помечено е как bcc будет положительным или нулевым следуя шаблону с которым мы уже сталкивались ранее следующая инструкция перейдет к bsx то есть перейдет к адресу возврата таким образом следующие инструкции будут выполняться если б к си будет нулевым или положительным так далее л а w ай 20 и d a c b к си загружают число минус 20 в аккумулятор и помещают его в ячейку б к си содержимое б к си увеличивается с минус 20 до нуля а затем снова будет сброшено до минус 20 и следующая инструкция love уже буду так говорить ай 1 загружает значение минус 1 в аккумулятор и добавит к этому содержимое адреса помеченного как fpr оставив результат в аккумуляторе sp a пропустить при положительном значении аккумулятора это условный пропуск следующей инструкции если результат предыдущей операции будет нулевым или положительным в этом случае если она будет отрицательным следующая инструкция адд 20000 добавляет к этому константное значение 20000 так fpr окончательно помещает содержимое в аккумулятор а содержимое аккумулятора обратно в ячейку fpr таким образом на каждом двадцатом или в десятичной системе на каждом шестнадцатом рабочем цикле fpr будет увеличена единицу а fpr будет в диапазоне от 0 до 20000 это восьмеричной системе а в десятичной это от 0 до 8192 мы можем сделать вывод что fpr контролирует положение звезд движущихся с течением времени единственная задача счетчика bkc состоит в том чтобы контролировать время этого продвижения последний безусловный переход к bc x завершает код цикла управления за которым следует местоположение используемое для этих счетчиков для этих трех счетчиков мы можем заметить что fpr изначально установлен на 10000 что указывает на самый центр звездной карты таким образом планетарий будет выполняться только в том случае если переключатель номер 4 включен он будет выполнять любую работу по отображению только каждый второй цикл что контролируется счетчиком в бсс положение ночь ночного неба в fpr изменяется на каждом шестнадцатом цикле отображения управляется счетчиком bkc и будет в диапазоне от 0 до 20000 восьмеричной системе и первоначальное значение это 10000 то есть середина карты ну в десятичной системе это не 10000 а 8192 итак теперь рассмотрим величину звезд макрос disless отвечает за отображение величины звезд это довольно длинный макрос фактически он самый длинный во всем коде spacewalk хотя планетарий может показаться довольно коротким в виде списка ну всего одна страница большая его часть будет вставлена четыре раза в память pdp1 при каждом из четырех вызовов disless из определения мы узнаем что disless будет принимать три параметра j q ссылающие на ссылающиеся на начальную конечную точку данных величины звезд и трепетий параметр b следуя шаблону который мы уже встречали в макросе марк повторяющуюся псевдоинструкцию repeat 8 очевидно эта инструкция подготавливает третий параметр для последующего использования сдвигая его содержимое на 6 бит влево исследуя код на момент любого вхождения параметра b мы находим наконец только одно включение dpy минус 1 плюс b dpy это инструкция которая указывает дисплею отобразить точку на экране это под тип команды input output transfer управляющий любой связью с периферийными устройствами два младших полубайта здесь как мы помним полубайт равен тремя битам обращаются к конкретному устройству в данном случае это устройство номер 7 для CRT то есть это дисплей на электронной лучевой трубке в то время как биты с 6 по 11 устанавливают параметры для устройства присутствие i бита приводит к тому что центральный процессор будет ждать завершения выполнения команды устройства dpy был написан на ассемблере macrosel включением этого бита отсюда и вычитание i чтобы не пришлось ждать пока дисплей завершит выполнение команды биты с 9 по 11 бит 11 находится в 7 позиции справа устанавливают интенсивность отображаемой точки на любую из 8 доступных яркостей таким образом b сдвинутый на 6 бит влево установит яркость для этих звезд а 4 отличительных вызова дислиз назначат одну из четырех самых интенсивных яркостей любой из 4 звезд которые будут отображены идем дальше clf5 сбросить флаг программы сбрасывает флаг программы 5 на 0 флаги программы были еще одним регистром pdp1 предоставляя вектор битов флагов которые можно было установить сбросить и пропустить кроме того некоторые устройства устанавливают флаг программы например чтобы указать что вход ожидает быть обработан lag floo плюс r загружает содержимое по адресу floo в аккумулятор из 3 следующих команды dab помещают это значение по адресам fpo fyn fyn которые затем увеличиваются командой idx fyn плюс r r добавленный ко всем адресам представляет точку вставки макроса которая должна быть добавлена к относительным адресам локальных меток в конечном производстве этого макроса значение в местоположении floo задается параметром j адресом первой координаты x указанного диапазона звезд который таким образом копируется на три других адреса последнее приращение адреса скопировано в fyn делает его фактически указателем на первую y координату которая следует непосредственно в памяти итак все настроено и готово к работе работа начинается с метки fyn lag загружает содержимое адреса который был вставлен здесь ранее в аккумулятор и судя по комментарию это будет значение x следующая инструкция sub fpr вычитает значение по адресу fpr из аккумулятора sma пропускает следующую инструкцию если результат этого вычитания а это теперь новое содержимое аккумулятора будет отрицательным положительное значение будет означать что позиция будет находиться за пределами экрана справа за правым полем и будет выполнен переход к локальной метки fgr если мы все еще находимся в границах с правой стороны то выполняется команда add 2000 добавляет 20000 не 2000 добавляя к нему константу 2000 ну в восьмеричной системе или 1024 в десятичной а 1024 это ширина дисплея метка frr в метке frr инструкция spq пропускается если содержимое аккумулятора будет положительным но не нулевым в любом случае это проверка левой границы если значение x будет все еще отрицательным после добавления мы будем за кадром слева и следующая инструкция с пометкой fou приводит приведет нас к метке ну к инструкции fuu выполнив команду jump fuu плюс r если мы все еще в границах код fie подготавливает значение в аккумуляторе x координаты для команды dpy добавляя константу 1000 и сдвигая результат на 8 бит влево выполняя sal8s инструкция помеченная как fyn загружает y координату в регистр ввода вывода с адреса ранее указанного так как это значение уже было подготовлено с помощью макро команды mark для этого не требуется подготовительной работы dpy минус i плюс b наконец выводит это на дисплей освещая нас прелестями ночного неба с точной яркостью указанной в параметре b последней инструкции stf5 установить флаг программы устанавливает флаг программы 5 который был сброшен до нуля в начале макроса можно предположить что это будет какой то флаг к примеру занят указывающий что любая работа по отображению была фактически выполнена итак мы успешно установили звезду и у нас осталась задача продвижения по таблице координат и проверки границ j и q посмотрим как это было сделано так мы у метки f id команда idx fyn плюс r увеличивает значение fyn чтобы указывать на x координату следующей звезды и оставляет результат операции инкремента в аккумуляторе затем это сравнивает командой sad leo q плюс 2 с константой собранной из q плюс 2 представляющей инструкции для загрузки первого адреса координаты за пределами нашего диапазона звезд если значения равны мы вышли за пределы и переходим к метке flp со следующей инструкции далее идет инструкция sad fpo плюс r это уже другое сравнение на этот раз со значением в fpo копия исходного x значения если значения равны делаем переход к метке fx чтобы выполнить переход по адресу возврата в следующей инструкции если не равны инструкция jmp fx пропускается и после обработки всех крайних случаев адресные указатели наконец-то обновляются далее инструкции dap fin плюс r сохраняет новое значение x в адресной части fin и другой индекс для fyn продвигает ну fyn там idx fin плюс r продвигает адрес чтобы указывать на следующую y координату таким образом мы готовы еще к одной итерации иницинированной как инструкции jmp fin плюс r идем далее метка fjr будет достигнута если положение по x текущей звезды будет выходить за пределы правого края имея положительное значение даже после вычитания 20000 инструкция add минус 20000 плюс 2000 вычитает общий размер по оси x из значения x в настоящее время в аккумуляторе ну которая находится в аккумуляторе и добавляет к этому ширину дисплея 2000 или 1024 в десятичной системе таким образом код выполняет полный переход к позиции в аккумуляторе а также повторно рецентрирует ее для отображения так метка fu срабатывает если текущее значение x будет за кадром слева s z f5 пропустить флаг программы пропустит если наш флаг занятости все равно будет равен нулю и мы еще не отобразили звезду в случае если мы уже отобразили некоторые из них то все готово поскольку наши данные упорядочены а следующая инструкция помеченная как fx обеспечивает последний переход к адресу возврата с помощью jmp f lo plus ar plus 1 поскольку f lo это метка последнего слова созданного этим макросом переход по адресу следующему сразу за этим установит счетчик программы на следующую инструкцию вне макроса если флаг 5 по-прежнему равен нулю и мы еще не отобразили точки следующие две инструкции обе idx flow плюс r будут увеличивать указатель в flow той которая изначально начинается с первого значения x представленного в j дважды чтобы указать на следующую пару координат далее идет проверка s a s q плюс 2 на то выходим ли мы за пределы диапазона или нет если нет то мы перейдем к следующей звезде перепрыгнув на f id если мы промахнулись то инструкция allow j загрузит значение параметра j самое первое значение x в аккумулятор а duck flow плюс r поместит это значение в адресную часть flow эффективно сбрасывая flow к его начальному значению выполнив jmp f id плюс r мы снова попробуем следующую звезду и наконец мы достигли метки flp если указатель на и ту координату в адресной части f yn оказался вне границ рядом с f id указав на адрес в q плюс 2 ну мы достигли если вот эти все условия да далее в коде идет проверка будет ли значение в fp o по-прежнему содержать начальное значение инструкции li o j для этого константное выражение li o j загружается в аккумулятор с помощью lac li o j а затем сравнивается со значением в fp o с помощью инструкции s id fp o плюс r если равно мы переходим на адрес возврата в fx в противном случае адресная часть fin сбрасывается до значения параметра j который все еще находится в аккумуляторе инструкции d ap f yn плюс r инструкция la w j плюс 1 загружает адрес первой y координаты в аккумулятор а d ap f yn плюс r перемещает помещает его в адресную часть f yn теперь когда указатели на x и y координаты сброшены до их начальных значений мы готовы начать сначала сначала с перехода к метке fin последние два слова обеспечивают адреса для меток fp o и f l o для первое задано с помощью li o в адресной части а последнее инициализируется значением j адресом первой x координаты ну все на сегодня все следующей части вроде бы вроде бы поинтересней я их так пролистал ну точно не могу сказать ну вроде бы да и по идее должны быть покороче ну 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 здесь не все приведено из оригинала в оригинале гораздо больше буковок вот но код в принципе был приведен весь некоторое рассуждение я не приводил ну думаю все что тут еще сказать если вам это все интересно помогайте продвигать если ну видео да если буду видеть динамику роста хорошую динамику то конечно же буду делать части два три ну и так по всем частям ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайк и комментируем всем пока спасибо спасибо спасибо